Как проходит чемпионат Европы по снегоходному кроссу? Ма. 24. 2015-13-54 Что вы слышали о таком виде спорта как снегоходный кросс? Наверное не так много, как и я. Чтобы восполнить этот пробел, я отправился в центр лыжного спорта Демена, который находится недалеко от города Рыбинск. Мне удалось попасть на заключительные этапы чемпионата Европы, и теперь можно смело говорить, что я знаю об этом в виде спорта больше, чем среднестатистический блогер. Сегодня в специальном репортаже в мы расскажем о том, как проходит чемпионат Европы по снегоходному кроссу. Как отдельный вид спорта снегоходный кросс возник относительно недавно, с тех пор, как появились спортивные снегоходы, более мощные и быстрые, чем обычные аналоги. Можно сказать, что этот вид спорта является альтернативой мотокроссу, соревнование по которому проходит в теплое время года, в то время как снегоходный кросс только тогда, когда выпадает снег. К тому же все гонщики, участвующие в снегоходном кроссе, являются профессиональными спортсменами в мотокроссе, то есть летом они гоняют на байках, а зимой на снегоходах. Но мы начнем свое знакомство с этим видом спорта с комментаторской кабинки, откуда дикторы вещают о том, что происходит на трассе. Выглядит она так, словно над ней поработали автоматчики, стены в дырках. Это сделано для того, чтобы минимизировать эффект хэ во время трансляции через микрофон. В таком помещении можно кричать как угодно громко гао-ол, и стены отреагируют на это абсолютно равнодушно. Есть комментаторские кабинки побольше размером, где сидят несколько представителей различных спортивных СМИ. Также отсюда вещаются комментарии на весь стадион. Если вы заблудитесь, придете сюда ловить рыбу и услышите глаз в небе здесь рыбы нет, то знайте, что этот голос идет именно из этой комнаты. Также здесь сидит звукорежиссер. Отсюда отлично видны все изгибы снежной трассы, на которой будут соревноваться спортсмены. Она не такая длинная, меньше километра. Практически весь снег, который лежит на ней, искусственного происхождения. Такой снег отличается по структуре от настоящего. В плюсовую температуру тает медленнее и более пригоден именно для таких соревнований. Для того, чтобы сделать такой снег используют снеговую пушку. Вода под большим давлением разбрызгивается из десятка в сопол, а мощный турбовентилятор гонит морозный воздух. Мельчайшие капли воды моментально превращаются в снег. Фото украдено у Раиса Габитова. Раис. Так выглядит здание центра лыжного спорта Демена, где проходят соревнования со стороны. Он существует более 10 лет и за это время здесь проходили различные чемпионаты России, Европы и мира во всех дисциплинах по лыжным видам спорта. А летом проходят веломарафоны и соревнования среди лыжералеров. Чемпионат Европы, о котором наш сегодняшний рассказ, проходит в несколько этапов. Первые два из них прошли в Норвегии, в Транхеме и Фагернисе. Третий и четвертый, заключительный, проходит здесь, в Демена. Перед каждым этапом проходит квалификация, предварительный заезд, по итогам которой спортсмен может себе выбрать определенное место на старте. Здесь также, как и в Мотокроссе, все гонщики выстраиваются в линейку, а не в цепочку, как допустим в Формуле 1, и можно сказать, что шансы у всех даже на старте равны. Как видно из этой таблицы, в чемпионате участвуют российские, норвежские, финские, эстонские спортсмены. Служба спасателей работает на отечественных снегоходах. Кстати, они производятся здесь, в Рыбинске, на заводе «Русская механика», единственном отечественном заводе, который производит такую технику в России. Все модели снегоходов этой фирмы предназначены для повседневного использования, зимой конечно же, спортивную технику они не производят. Эта же компания является спонсором соревнований, каждый этап чемпионата разбит на два заезда, по итогам которых присуждаются очки и места в турнирных таблице, как в общем и во многих видах спорта, состоящих из нескольких этапов, спортсмены готовятся к заезду.